В этом видео, уважаемые зрители, мы разберемся с тремя вопросами. Вопрос номер один. Это как поставить сахарную брагу по, пожалуй, самому простому рецепту. Вопрос два. Как не попасть на уловки маркетологов от производителей при покупке дрожжей? И вопрос три. Что из себя представляют и достойны ли вашего внимания вот эти дрожжи, которые представлены здесь на столе, под именем Густа? Присоединяйтесь. Поехали. Здравствуйте, уважаемые зрители. С вами Самогон Саныч. Я, как сказал, это видео посвящено сахарной браге. Самый простой, который можно себе представить. Я вообще любитель сахарных браг и не раз уже снимал видео на разные темы. Эти ссылочки на эти видео будут появляться, пока вы смотрите этот ролик на экране. Проходите, посмотрите. Возможно, вам будет интересно. Сегодня в видео я хочу рассказать рецепт, который совершенно простой. Не то, что для начинающих. Я бы сказал, что он для нулевых. Вот вы, если первый раз пытаетесь поставить брагу, сделайте просто по этому рецепту. Качество вас, самогона, полученные из этой браги, однозначно порадует. И тогда уже вы будете делать другой самогон по более продвинутым или сложным рецептам. Но этот рецепт однозначно вам понравится. Значит, первое, что нам нужно. Нам нужны для этого вода, бродильная емкость, 6 килограмм сахара и вот эти дрожжи. Это новые дрожжи, которые недавно вышли на рынок. Я вот взял несколько пачек, чтобы их протестировать. Ссылочку на производителя я оставлю в описании к данному видео. И вы там сможете выбрать тот вариант, который вам больше нравится. Значит, вот эти дрожжи с приставкой фруктов. Я так понимаю, они для фруктовых, именно фруктовых браг. Вот эти дрожжи, такой большой пакетик. Здесь вообще он, сейчас скажу, в нем можно бродить от 24 до 32 килограмм сахара. Серьезный объем, но в этом случае ваша бродильная емкость должна быть не менее 100 литров. А тестировать мы будем вот эти дрожжи, которые просто густо H24. И вот начнем мы как раз с этой приставочки H24. Это такой ход маркетологов от производителей, которые обязаны знать все начинающие самогонщики. Есть дрожжи, где вот эта приставка H24, есть где приставка C24, 48 и так далее. И эти приставки, они как бы автоматом нас нацеливают на то, что вот я купил такие дрожжи, значит за 24 часа, то есть за сутки у меня будет готовая брага. Уважаемые зрители, это не совсем так. Вы должны четко понимать, что брага у вас так быстро не будет готова. Я тестировал различные дрожжи с приставкой 24, никогда за сутки брага не сбраживается. Двое суток это да, а вот 24 часа у меня такого не было. Поэтому если вы думаете, что вы сегодня поставили брагу, а завтра уже в перегон, такого не будет. Второе, что нужно учитывать, значит брага будет бродить вот на этих дрожжах по моим расчетам, по моему опыту порядка двух дней. Кстати, вот этот производитель, он здесь четко пишет с обратной стороны, что 6 килограмм сахара 1-2 дня. Вот он абсолютно честен, а во многих дрожжах вот этой фразы нет. То есть 24 и все, и как будто за сутки у вас будет готова. Ладно, значит через двое суток брага должна быть готова, мы проверим это. Второй момент, даже если ваша брага готова, значит вы должны ее осветлить. Что для этого надо сделать? Я обычно оттуда вытаскиваю из браги аквариумные нагреватели, просто ставлю крышку с гидрозатвором. И таким образом брага у меня охлаждается при обычной комнатной температуре. Можно, конечно, вынести на холод, я этим себя не мучаю. Вот, примерно двое-трое суток. После этих прохождений двоих-трех суток все дрожжи оседают, я уже снимаю с остатка и отправляю в перегон. Что это значит для вас? Это значит, что 24 часа у вас брага не будет еще раз. Двое суток она будет сбраживаться и двое-трое осветляться. Соответственно, ваша брага готова к перегону будет через 5 суток. Это надо знать. Переходим к следующему вопросу. Гидромодуль. Если вы начинающий самогонщик, берете дрожжи, берите гидромодуль всегда 1 к 4, либо 1 к 5. 1 к 4 наиболее оптимален, потому что он позволяет вам сэкономить место в бражной емкости. Есть, конечно, турбо-дрожжи, которые работают и при гидромодуле 1 к 3. Не надо вот это проверять, особенно на первых этапах. Вот взяли вот такие дрожжи, гидромодуль 1 к 4. То есть на 1 кг сахара мы добавляем 4 литра воды. Теперь считаем объем. И здесь вам нужно запомнить один коэффициент. Значит, 1 кг сахара прибавляет объем раствора на 60%. То есть вот 1 литр воды это 100%, а если 1 кг сахара это 60%. Другими словами, если мы берем 6 кг сахара, умножаем на 0,6, мы получаем 3,6 литра объема, который прибавит нашему раствору сахар. Этот коэффициент постоянен. Идем дальше. Значит, 3,6 литра раствора нашей будущей браги будет давать сахар. Остается посчитать, сколько необходимо воды. Как я сказал, коэффициент 1 к 4, гидромодуль 1 к 4, значит на 1 кг сахара 4 литра воды. Или 6 кг умножаем на 4, получаем 24 литра воды. К ним прибавляем наш сахар 3,6 литра. Итого 27,6 литра. И вот здесь как раз возникает вопрос, а можно ли пользоваться обычной бражной емкостью, объем которой составляет 33 литра. Поскольку, по идее, когда вы делаете брагу, необходимо заполнять бражную емкость на 7-75%. Иначе, если пена пойдет, она выльется у вас на пол, и это будут разборки с женой с одной стороны, бегание с тряпкой с другой стороны, ну и потеря продукта с третьей. Никому это не надо. Значит, этот коэффициент действительно такой есть и всегда был. Но я удивлен, что в последнее время выпускаются подобные дрожжи, которые вообще не дают пенообразование. И я в последнее время, когда пользуюсь такими дрожжами, я заполняю бражную емкость практически полностью. То есть у нас здесь будет 27-28 литров воды, останется буквально 3-4 литра до полного объема бражной емкости. Я думаю, мне этого вполне хватит. Ибо еще раз говорю, пены они не дают. Если дадут, я вам обязательно скажу и обязательно поделюсь всеми характеристиками вот этих дрожжей густо. И по пенообразованию, и по запаху, и по полноте брожения, и так далее, и так далее. Вот, в общем-то, все наши подсчеты на текущий момент закончены. Что я сейчас делаю? Я сейчас заливаю в бражную емкость горячую воду, ибо холодная у меня там уже сутки стоит, насыщаясь кислородом. Я заливаю туда горячую воду, отправляю сахар и начинаю работать мешалкой до полного его растворения. Наш сахар в бродильной емкости. Температура воды на момент внесения сахара составляла 37 градусов по Цельсию. Это было рекомендовано на упаковке наших дрожжей. Для чего это сделано так? Для того, чтобы сахар растворился быстрее. Нам не нужна очень высокая температура в браге, потому что, если она будет достаточно высокой, дрожжи просто помрут. Наша задача сейчас, чтобы растворился сахар. Вот этот момент нужно четко себе понимать. Если вы думаете, что сахар может раствориться не полностью, а вы внесете дрожжи, они все съедят, этого не будет. Скорее всего, сахар осядет просто на дно, и вы недополучите своего любимого самогона. Кроме того, этот сахар будет явно не способствовать тому, чтобы дрожжи лучше работали. Поэтому растворяем сахар полностью. После того, как сахар наш полностью растворился, замеряем температуру в бродильной емкости. И вот в этом случае нужно четко понимать, что она должна соответствовать той температуре, которая указана на упаковке тех или иных дрожжей. Эти дрожжи рекомендуется запускать, когда температура оптимальная для их брожения, в бродильной емкости от 25 до 27 градусов по Цельсию. Чтобы поддерживать такую температуру, я поставлю аквариумный нагреватель, проверю температуру. И когда температура в бродильной емкости достигнет 25-27 градусов, я запущу дрожжи. Если будет очень высокая температура после растворения сахара, я просто добавлю холодной воды. Если я переборщу с холодной водой, или я уже переборщил, значит надо нагреть емкость. Ставится аквариумный нагреватель, либо емкость подтягивается куда-нибудь поближе к батарее. Сахар полностью растворился. Я сейчас проверил температуру. Температура в бродильной емкости 30 градусов по Цельсию. Когда она чуть выше, чем оптимальная температура работы дрожжей, 2-3 градуса, это не страшно. Наоборот, дрожжи быстрее стартанут, а потом температура опустится, и получится для дрожжей наша самая комфортная температура брожения. В общем, вносим дрожжи густо в нашу брагу. Вот и вся постановка браги. Согласитесь, уважаемые зрители, куда как проще. Проще, по-моему, уже ничего не может быть. Естественно, сейчас я буду следить за брожением и поделюсь с вами в этом видео, как проходил процесс брожения и какие характеристики, как зарекомендовали себя дрожжи густо. Ну что ж, пришло время и мы можем проверить нашу брагу. Прошло на текущий момент трое суток брожения. Берем ориометр и запускаем. Ну, ориометр утонул практически полностью, сахар сброжен в ноль. А теперь я поделюсь с вами, как работали дрожжи густо. Напомню, что использовал я вот эти вот дрожжи густо H24. Итак, дрожжи стартовали после запуска в бродильную емкость буквально за 30 минут. Очень хороший показатель. А через полтора часа уже пошел активный процесс брожения. Как видите, очень обильное такое пенообразование, крупные такие пузырьки. Тем не менее, это пенообразование не было агрессивным. То есть, шапка пены была примерно 5-6 миллиметров, не больше. И несмотря на то, что вот вы видели, такие огромные пузыри всплывали, ничего у меня из бродильной емкости никуда не вылилось. Впрочем, и такое вот сильное пенообразование прекратилось через 20 часов. И процессор пенообразования пошел уже в такую, вошел в стабильную стадию. Как видите, на этой стадии уже наше пенообразование напоминало игру в бокале шампанского. Маленькие пузырьки, как в бокале с шампанским. Кстати, на этой стадии был и такой же запах. То есть, от браги исходил легкий запах шампанского. Когда же были вот эти большие пузырьки и начиналось активное пенообразование, от браги шел запах именно бражный. Но он достаточно быстро улетучился и сменился, как я сказал, на запах шампанского. Через 38 часов брожение почти прекратилось. А через 48 часов, буквально как по часам, я достал наш аквариумный нагреватель и поставил брагу уже на осветление. То есть, просто прикрыл крышкой с гидрозатвором. Вот в настоящий момент брага у меня осветляется уже с момента начала брожения. Идут третьи сутки и брага уже осветляется. Я ее подержу еще где-то около суток и отправлю в перегон. И теперь я отвечаю на два вопроса, которые я поставил в начале данного видео. По поводу простого рецепта браги. Я надеюсь, уважаемые зрители, вы поняли, как можно сделать брагу достаточно просто, достаточно быстро. По поводу маркетинговых ходов вы вначале с вами разобрались. Еще раз хочу повторить, что даже если на дрожжах написано одни или двое суток брожения, вы всегда должны понимать, что брага ваша должна еще осветлиться. И прибавляйте на это еще двое-трое суток. Теперь по поводу дрожжей Густа H24, который я тестировал. Могу сказать так, мне эти дрожжи очень понравились. Я рад, что на рынке появился новый вид дрожжей, которые достойны вашего внимательного внимания. Отлично они сработали. И более того, еще раз хочу подчеркнуть, что производитель на упаковке указал абсолютно все честные сроки, не гоняясь за какими-то маркетинговыми ходами, там обещая 24 часа и так далее. Здесь, как написано было, одни-двое суток точно так же они и отработали, согласно инструкции на пакете. Ссылочки на дрожжи Густа я, как говорил, оставлю в описании к данному видео. Проходите, приобретайте, я думаю, эти дрожжи вам понравятся. А на сегодня все. С вами был Самогон Саныч. Подписывайтесь на канал, будет много интересного. Подписывайтесь и не забудьте нажать на колокольчик, который находится под видео, чтобы быть в курсе новых выходящих роликов. Пишите комментарии, ставьте лайки. А вам, уважаемые зрители, здоровья и веселых застольей! Субтитры создавал DimaTorzok